Всем привет, Оксана из Алабамы! Заметила я, какие ролики популярны в Ютубе. Реакция на всякие песенки, реакция, как американцы или иностранцы жрут русскую еду, и замужем за американцем, особенно какие женщины нравятся американским мужчинам. И я решила создать новую рубрику на своем канале. У меня рубрик много. Идиомы, английский шутяк, где я говорю о смешных идиомах и аммонимах, юмор, американская школа, американские дома, жизнь подрядчиков, про наш ремонтный бизнес, американцы кушают еду русскую, также ролик садоводства в субтропиках, наши всякие семейные видео, американские дети, моя Алабама, американские рестораны. Честно вам хочу сказать, я не люблю ролики, когда вы меня просите, там, сними какие-то шмотки, для этого есть другие каналы, там Любовь Рида, Наталья Квик, Флорида Ялта, Ольга Брукман, в общем, есть женщины, которые любят прийти в магазин, шмотки купить и показать вам, что они одели, как это сочетается. Но меня не надо об этом просить, это не мое. Я люблю информативность, краткость, я люблю поржать. Вот я не могу. Есть сайт Крэглист, я сейчас на этом сайте нарыла вам такие объявления, которые пишут мужчины, какая женщина им нужна. Я буду поддерживать, так сказать, эту рубрику, ну, хотя бы раз в месяц, я обещаю, 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 буду вам зачитывать эти объявления, ну, и показывать. Тот, кто разбирается в английском, он будет видеть, что это написано реальными людьми. Итак, поехали. Я сейчас открою свой сайт и буду читать. Итак, первое объявление. Looking for a holiday companion. Ищу компаньона для праздников. Just like posting sets. Так же, как и объявление говорит. Я ищу белую леди, с кем я мог бы ужинать. Но чтобы это было affordable. Affordable – это значит, он не хочет, чтобы она была в какой-нибудь дорогой ресторан, вытащила, где нужно большие бабки платить. Affordable. Around Daphne and Farahope. То есть он хочет, чтобы они… Он живет в том районе, Daphne and Farahope. Это от нашего мобила, ну, где-то 45 минут юзды. I'm not looking for a lover. Я не ищу любовницу. То есть дело не в сексе. Just a single white lady to have dinner with. Просто женщина, с которой бы он хотел отобедать. Может быть, в кино сходить или в window shopping. Window shopping – это такое выражение. Window – это окно, а shopping – это ну, ходить, бабки тратить на шопинг. А window shopping – это когда ты ничего не покупаешь. Это когда ты ходишь и смотришь, что там в окнах магазинов продается. То есть просто гулять. То есть о чем он говорит? Что у этого человека кучи бабок нет, импотент. Или он просто скромный и романтичный человек. Ему просто неинтересно. Ему просто хочется с кем-то общаться. Человеку одиноко. А может быть, это, не знаю, какой-нибудь маньяк. Это вам судить. И, в общем, можно ему написать. Имейте в виду. Я думаю, что это очень интересно. Идем дальше. Второй мужчина. Сейчас я, так сказать, запью ваше здоровье. Компот сварила. Я редко пью компот, но кислый у меня получился. Его никто не пьет. Кислый компот. Итак. Educated single black man looking for love. Образованный одинокий черный мужчина ищет любовь. Итак. No long distant relationship. То есть он не хочет, чтобы это было по переписке. По переписке он не хочет ни с кем общаться. Если вы не живете в мобиле, то, пожалуйста, не отвечайте мне. Мне 25 лет. И у меня долго не было никаких отношений. Такое ощущение, что я не могу найти женщину, которая мне бы подходила. Многие женщины считают, что я хороший парень и могу быть всего лишь другом. Это меня как-то расстраивает, потому что мне кажется, что большинство женщин ищут плохих парней, а не такого хорошего, как я. Ну, я выгляжу так обыкновенно. Но если вам нужен кто-нибудь классический, умный, и у кого жизнь запланирована. Я не люблю драму. Если у вас один ребенок, то это окей. Но больше, чем у один, это будет для меня проблема. Если у вас какие-нибудь проблемы с вашим отцом, то, пожалуйста, да, не надо мне писать. Я не хочу, чтобы быть вовлеченной в какие-нибудь проблемы с вашими родителями. Я недавно закончил колледж. У меня диплом в бизнес-администратор. И я хочу расти и работать. Меня интересует карьера. Мне не важно, какая у вас раса, потому что у любви нет света. Блин, как красиво сказано. У любви нет света. Так, я сейчас это выдавлю из себя. Так, у любви нет света. Как красиво. У любви нет света. Я уже выпала в осадок. Как говорится, описывалась в памперс, который заранее одела. Идем дальше. Если вам интересно, что вы прочитали, пожалуйста, ответьте мне. Идем дальше. Почему женщины так много врут? Какой-то молодой человек. Я хочу начать с того, что женщины, на самом деле, такие хуёвые. Ну, так иметь в виду, выражение «сак» в английском языке означает «сосать» или «просто хреновое», что-то такое ужасное. Итак, «The more I get fucked over women, чем больше меня женщины объёвывают», я вам перевожу дословный перевод, «чем больше я их отвергаю, отрицаю». Короче, он жалуется. Мой компотик. Название «Зинфандел», наверное, не знаю. Итак, так было не всегда. «Women sin to only give you shit about what it's in for them». Кажется, что женщинам интересует то, что в отношениях для них. Ну, это нормально. Вообще, я не понимаю, чего он не понимает. Это нормально. Каждый хочет быть счастлив. И, например, я, например, хочу быть счастливой. Я не хочу выйти замуж за банджа, импотент, у которого у них денег, посадить его на шею и вести. Правильно? Ну, допустим. Да, я хотела выйти за мужчину, мне не надо было, чтобы он был красавец, потому что у меня первый муж был красавец, кто видел предыдущие ролики. Мне нужен мужик, который не трогает компьютерные игры, не рассказывает мне, сколько он там Танчиков инопланетян убил, который умеет всё починить. Я такого мужа себе притянул в ручь, но такой есть. Он не красавец, он выглядит, как будто он мой дедушка, но для меня это неважно. Я уже прошла период, когда мне нужно было, чтобы мужчина была. О, Боже, какой мужчина красивый, высокий, всё такое. Это у меня прошло. А вот этот молодой человек, что интересно, в молодости они все такие вот меняются, меняются, меняются ценности с возрастом, когда обжигаешься. И вот ему кажется, что его все объёбывают, да, несчастный он такой, что у него I had bad experience, у меня такой плохой опыт. Вот, это не может быть по-настоящему. Знаете, чем больше ты будешь думать, что все вокруг тебя говно, тем больше говна в твою жизнь придёт. И все психологи об этом говорят. Послушайте психологов. Литвак, Свияш, Ковалёв и многих других. Это протяжение ваших мыслей работает. Так, и, в общем, я, конечно, отвлеклась, но я буду прочитать вам этого парня. Не до 100 севета, а actually opened up to you. Я, конечно, была одна девушка, которой я раскрылся. А потом всё поменялось. Сейчас женщины в наше время не хотят ничего настоящего. Event all day bitch about all day. Хотя они об этом сучатся целый день. Bitch это сука, да, они, короче, жалуются целый день об этом. Целый день. То есть, в общем, он в своей жизни видел только женщин, которые жалуются. Короче, это им не нравится, то им не нравится. The snakes, вот, Ken Bittrasse, это они змей, которым нельзя доверять. Любой психолог ему скажет. Если пока ты так думаешь, ты в свою жизнь притянешь только змей. Я вот, вот, мужики, которые меня слушают сейчас, или бабы. Чем больше ты думаешь, что все вокруг тебя хульёвые, а мужики-козлы, или бабы-суки, ты таких только будешь себе притягивать, понимаешь? Мы психологию в университете изучали, но я больше её изучала, как самоучка. Я просто слушала разные каналы, читала разные книги, и я пришла к такому времени. Чем больше ты хуже о других людях думаешь, тем больше тебе говна в твою жизнь приходит. В общем, он пишет. Короче, женщина – это змей, которому нельзя доверять. Ну, достаточно моей истории. И broken heart, ну, сломанное сердце. I'm wanting someone to help me get through the pain. Я ищу кого-нибудь, кто поможет мне эту боль пережить. Что вот со мной всё время играют. Пожалуйста, ответьте в фотографии. Короче, парню жалко. Кстати, я извиняюсь, я отвлеклась. Есть такая блогерша Вероника Степанова. И я недавно пришла к такому выводу. Если ко мне какие-нибудь русские обращаются, начинают меня грудить негативом. Рассказывают там, как у них хреново, там, то, сё, плохо. И просят совета. Я часто знаю, что им совет мой до задницы, им просто нужны просто уши, чтобы навешать это всё. Я говорю, позвоните такой блогершей Веронике Степановой, потому что она живёт в Майами. У неё свой канал в Ютубе больше, чем 200 тысяч подписчиков. 200 тысяч – это вам не 14, как у меня. Но Вероника Степанова, я всех отправляю к ней. Я говорю, какие советы я могу тебе дать? Мой-то сын не ведёт, как твой сын. У меня вообще другая история. И вместо того, чтобы там выслушивать и вот это грудить себя негативом, я их посылаю к психологу и говорю, вот ты к ней подпишись на приём, и пусть тебе профессиональный психолог скажет, как жить. И тебя выслушает и даст какой-нибудь совет. А так просто всем подают рассказывать, как вот тебе хреново, это хреново. Так, вот, так что вот такой парнишка. В общем, наверное, он встретит кого-нибудь у кого-нибудь тоже сломанное сердце. Идём дальше, дорогие мои. Итак, make you squirt. О, боже мой. Make you squirt. Статус деворс. Деворс – значит, он разведён. Age – 48 лет. I want to eat you and make you come. Я хочу тебя съесть и чтобы ты кончила, пока ты не скажешь «стоп». Я не знаю, я люблю такие объявления читать. Вы знаете, особенно, когда у меня есть там настроение плохое. Вот, например, вот там мой муж упал, катался на роликах с сыном, у него там, наверное, там порвано сухожилие, он не может работать. Что я делать? Мозги ему компонсировать? Нет, я вот почитаю, круглый лист, настроение себе подниму. Ой, боже мой. Так, давайте всё-всё-всё, поднимаем всё настроение дальше. Значит так, мне ещё нужна женщина, 37 лет, от 37 до 60, для sexual fun. Короче, потрахаться. И, короче, однодневки ему тоже пойдут, но хочется, чтобы был регулярный человек. С удовольствием обвиняется фотографиями. Он сам, кстати, высокий, у него тут есть данные, 193 сантиметра, что он не женат, 48 лет, прочитает свою информацию. Если вы мне фотографию не пришлёте, я вам не отвечу. Эмейл-адрес не присылайте, потому что я эмейл и не отправляю. То есть, значит, это текст-месседж по телефону, что ли, я не знаю. И я, говорит, сто процентов настоящий и не робот. И он хочет, чтобы вы ему ответили и в главу письма написали «Make me squirt». Знаете, я не знала, как это перевести. Перевести не знала, как. Потом перевела. Ну, не знаю, как-то мне это в голову не приходило. У меня это было впечатление, потому что у меня три сына. И вот пистолеты есть такие водяные, туда воду наливаешь и брызгаешь, squirt. Брызгает, то есть заставь меня побрызгать. Когда стала искать перевод, вообще было смешно. И было написано «squirt» – это спринцевалка. Я, кстати, её специально купила, вам показать. Называется по-английски спринцевалка – это душ. У нас душ – это душ, а у них это так выглядит. Для тех, кто я знаю в Америке недавно, для них это будет важная информация. Медикет – это значит йод, особенно у кого молочница. Вот так выглядит американская спринцевалка. То есть вот так вот потаскиваешь фиговину, там штучку достаёшь, потом раз, и вот так вот брызгаешь, да, поспринцуешь. Если мужики думают, что я сейчас скажу, ой, извините, что об этом с вами говорю, во! Итак, спринцевалка – это нормально. Спринцевалка, короче, заставьте меня проспринцеваться или побрызгать, я не знаю, ну, короче, прикольно, 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 поднимает мне настроение. Кому-то, может быть, это будет противно и плохо. Идём дальше. Я заранее вас заряжаю на всё хорошее, на юмор. Вот этот мужичок такой какой-то. Looking for sex a text friend. Значит, ищу секса и друга, с кем бы я мог текстоваться. Ну, текстоваться, смс-ками, значит, обратно. Значит, у него тут татуировка на груди, что-то такое. Так, написано. I'm looking for a good fuck buddy. Fuck buddy – fuck – это трахаться, buddy – это приятель. Ну, короче, ему просто нужен человек, с кем они бы не навстречались, трахались. То есть, он не хочет жениться, всё такое, отстанавливать отношения. No strings attached. То есть, никаких верующих прицеплено. Мне хотелось бы с кем-то to text or talk dirty. С кем-нибудь, с кем они бы говорили грязно. То есть, используя всякие сексуальные выражения. I'm single, я не женат, и никаких серьёзных отношений я не хочу. Меня не люблю, всякие игры. Если вы хотите просто хорошего сексуального развлечения, пожалуйста, напишите мне. Всё такое. В общем, вот такие дела, вот что мужчины хотят. Идём дальше. А это я нашла «Мужчина ищет мужчину». Я тоже люблю такие читать. Извращенка. Знаете, кто-то будет новости слушать. Или там подруг, да, и вот слушать их новости. Я уже перешла на другой уровень. Я хочу, чтобы меня посмешили. И Ольгу Куртункову. Люблю послушать и Елену Степаненко, и многих наших замечательных российских юмористов. Вот. И, в общем, сейчас мы посмотрим, что пишет парень, который хочет себе парня найти. Он пишет, что он отличный сосун на коленях. И он хочет тоже отличного сосуна на коленях. Я знаю, короче, некоторым будет противно, поэтому выключайте прямо сейчас, потому что я буду дословно переводить. И, короче, в общем, он говорит о том, чтобы он получал удовольствие, чтобы горячее сладкое молоко ему в глотку там попало, и он чтобы проглотил, и он обожает. И он хочет, чтобы такого мужика он встретил, который тоже обожает оральный секс и проглатывание спермы. Вот он это все пишет, как он хочет. Ну, хорошо, человек искренний, понятно. Вот. И он пишет о себе, что он хорошо выглядит, что он атлетический, он не курит, никаких у него проблем нет, и что у него глубокая глотка. И вот он всего, он просто, он голодный, вот он хочет вот побольше вот такого. И, пожалуйста, и заканчивает фит, да как саккор. Накормите сосуна. Пипец. Идем дальше. Чего хотят американские мужчины? Ой, как, у меня сколько людей за это возненавидит, за этот ролик. Я прям вижу это. Мне даже, мне это доставляет удовольствие какое-то. Я извращенка. Так, дальше идем. Джагуар. Джагуар Бэйбс. Я не поняла, джагуар это ягуар, а бэйбс это девочки. Девочки ягуары. Вот я обращала, так, девушки ягуары. Наверное, кошечки, типа как. Мяу, мяу. Так, и так. Я на своей сцене, как говорится. Any college babies. Interested messaging and hanging out with a third and one yelled old married man. Короче, это 31-летний мужик женат. И он об этом честно пишет. Вообще, я честность уважаю. И ему интересуют девчонки, которые в колледже. И он пишет. Я обычный белый парень, 5-9, с ростом это 175 сантиметров. Мне просто нравятся девчонки, которые в колледже. И если какой-нибудь ваш мальчик, который девственник, ничего не может удовлетворить, напишите мне. И у нас будет настоящие забавы, потому что я настоящий мужик. То есть они ему пишут. Have fun with a real man. То есть ему 31, но он считает себя real man. Это хорошо. Это хорошо. Нет проблем с самооценкой. When you reply, put I want a real man. Напиши вот в своем e-mail. E-mail это, ну, электронное письмо, да. Я хочу настоящего мужчину, да. И включи свою фотографию. И, короче, особенно если вы в каком-нибудь хэллоуинском костюме, это будет так сексуально. Идем дальше, заряжая вас на хорошее настроение. Пупсики мои. Другой вообще называется. Are you homeless? Вы вообще бомжиха? Trying to get out of a better relationship? Или хотите из каких-нибудь плохих отношений выйти? I'm a single man. В общем, здесь его... То есть он считает, что у него тело нормальное, у него 170 сантиметров рост, и он не женат. И если... И он пишет о себе. Я хочу серьезных отношений. I'm very sweet. Ну, по-русски это будет как очень сладкий, но на русском я не сладкий. Он просто, значит, романтичный, спокойный, милый, верный, faithful. И я женщин не бью. Вот так и пишет. I don't beat a woman. И даже... I tend to spoil women. Я даже балую женщин. Если вы homeless... Homeless это бомжиха. То есть homeless, дома нет. Или каких-то плохих отношений. Пожалуйста, напишите мне. Я не использую атротики. I don't do drugs. У меня есть в собственном доме. And rides. Rides, значит, у него есть машина. И я вам обещаю, вы не пожалеете. Вот так. Я заканчиваю свой первый видос на тему объявления мужчин, чего хотят американские мужчины. До новых встреч. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. С вами Оксана Залабама, Оксана Лесли, автор нескольких книг блога ОксанаЛесли.com. Заряжаю вас на хорошее настроение, здоровье, чтобы у вас все было замечательно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok